История армян в рамках современных границ Узбекистана имеет глубокие корни. Побывать здесь любому армянину все равно, что совершить паломничество по святым местам армянских следов Средневековья. Да и любого путешественника Узбекистан не может оставить равнодушным. Одни только названия городов чего стоят? Самарканд, Хива, Бухара, Фергана, Андижан. Повеяло нафталином. А как насчет Шахризапса, Намангана, Учкудука? Не наводят ли на тоску по песням Ялы Фаруха Закирова? Кстати, впервые об армянах Узбекистана я узнал как раз таки от самого Закирова, с кем познакомился еще в 2008 году. Многое артист мне поведал тогда, но только через 13 лет я посетил Узбекистан по армянской тематике и готов поделиться с вами об увиденном, услышанном и прочитанном. Связи Армении со Средней Азией уходят вглубь веков, когда оба региона входили в состав разных империй, начиная с Кира II Великого 558-530 годы до н.э. Это были и ремесленники, и торговцы, и воины в числе армяно-персидских дружин. Не обошлось и без пленных и беженцев. В 1386 году центрально-азиатский полководец Тамерлан вторгся в Армению и подверг многие ее города и села грабежу и разорению, а их население массовым убийством и угоном тысяч армянских пленных в столицу своего государства Самарканд. В числе пленных были строители, каменотесы, оружейники, ювелиры. Среди них оказался и молодой Карапет Джугайци, ставший впоследствии священником, а после смерти Тамерлана епископом армянской общины Самарканда. Следующий большой поток армян оказался здесь в XVI-XVII веках, когда Армения стала объектом кровопролитной войны между Османской Турцией и Сефивитским Ираном и была разделена ими в 1639 году. Тогда многие армяне, испытывая жесточайший гнет, были вынуждены искать пристанище на Чужбине, в том числе и на территории современного уже Узбекистана. Среди поселившихся армян-беженцев были купцы. Со временем они завязали довольно тесные связи с деловыми людьми Бухарского и Каканского ханств, а затем и Бухарского Эмирата. Постепенно, прочно оседая в этих местах, армяне перевозили свои семьи, обзаводились собственными домами и хозяйством. Дальнейшее формирование армянской диаспоры Узбекистана было уже всецело связано с завоеванием со второй половины XIX века Российской империи. В пределах современного Узбекистана стали селиться армяне из Арцаха и Шамахи. Они селились в крупных городах, как Анде, Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Армяне устраивали как русских империалистов, так и местное население. Для тех и других армяне служили мостом доверия, так как, будучи христианами и одновременно восточным народом, большинство армян говорили в совершенстве на русском языке, отлично владели персидским и тюркским. Это и послужило главным образом, что ничего восточного им не было чуждым. Начиная с конца XIX века, армяне Арцаха стали активно прославлять край, называемый ныне Узбекистаном, делая его центром Центрально-Азиатского региона. С 1880-х годов уроженец Арцахского села Хунашен Петрос Агамалов производил искусственные минеральные воды близ Ташкента, а по инициативе гидротехника Александра Шахназарова была открыта в 1899 году первая в крае биологическая станция и ее дочерняя компания под руководством Михаила Цатурова. В эти царские годы отличились первенствами армяне-фармацевты и врачи, среди которых Иван Бекназаров, отец известного кинорежиссера Амо Бекназарова, и Микаэл Арбелов, Арбелян, открывшие первые аптеки в крае. Когда Центрально-Азиатский регион охватила холера, врачи-инфекционисты Александр Ишханов и Михаил Арустамян первыми отправились в Бухару для спасения местного населения от заразы. Неоценим вклады деятелей культуры. В 1902 году в Ташкенте был открыт первый стационарный цирк под руководством армянина с грузинской фамилией Аракела Цинцадзе. А уже в 30-е советские годы в городе открылся армянский театр Степана Шаумяна, где ставились пьесы не только армянских, но и русских зарубежных драматургов. Отец Иван Ис, ну, история общины Узбекистана довольно-таки большая и имеет глубокие корни, да, и насколько я знаю, что храм этот хоть и небольшой, но молодой. С чем было связано, что именно вот последние годы здесь появилась армянская церковь, и в каком это году произошло? Да, да. И в новое время армяне являются патриотами Узбекистана, как и своей исторической родины Армении. Они на хорошем счету у узбекского народа, начиная с верхов. К примеру, на протяжении нескольких десятков лет личным врачом Каримова был армянин Вячеслав Ервандович Аваков. Он был не только врачом президента Узбекистана, но и другом. Вместе проводили досуги. После смерти президента Каримова Аваков перебрался в Филадельфию. И в спорте проявили себя тоже армяне. Например, первую медаль независимому Узбекистану привез из Сиднея в 1991 году боксер, чемпион мира Артур Григорян. В миру король Артур. Через 10 лет, в 2001 году, в честь спортсмена была выпущена почтовая марка. Тем не менее, самая знаменитая армянка Узбекистана, да и всего мира, Тамара Ханун. В Ташкенте есть улица ее имени, на котором находится дом-музей примы узбекского танца, чьи предки являлись выходцами из Арцаха. Побывать в Ташкенте и не дать дань почтения этой диве было бы неправильно. Кстати, многие в Узбекистане до последнего не знали, что настоящее имя Тамары Ханун – Тамара Артемовна Петросян. Ведь артистка не только танцевала народные танцы этой страны, но и говорила хорошо по-узбекски. А в Ютьюбе имеется только одна запись, где Тамара Ханун говорит по-армянски и обращается к соотечественникам арцахским. В Ютьюбе гуляет запись, самая такая популярная, где в чьей-то квартире вы веселитесь. И единственная, наверное, запись, где Тамара Ханун говорит на армянском языке. Насколько я понял, это была ваша запись. Можете рассказать, что там было, кто там присутствует и что за события вы отмечали? Ну, отмечали мое 40-летие. Это 1988 год, 1988 год. Это уже второй раз я пригласил Тамара Артемовна ко мне на 1 раз. Здесь в Ташкенте, да? Здесь в Ташкенте, да, у меня там. Ну, остальное ты же видел там. Ну, моя родня там сидела, близкие. Ну, вот так провели. И это я не видел, что Тамара Артемовна так четко по-армянски она рассказывала что-то, да? Она по-армянски выступила, все, а потом то же самое перевела на русский язык. И сказала, что у меня 5 сестер, нас было 5 сестер, 4 брата. Четверо, значит, братьев умерли. А вот я считаю, что Валера мой брат. И давай мы сегодня узнакомим это. Ой, Валера мой брат. Вот я как бы дружу, мы рядом жили. Всегда спрашиваю, что надо, что надо помочь Тамару Артемовну. Ну, в общем, познакомился со всеми. А познакомился я с Тамарой Артемовной, здесь был концерт. Пришли с Карабаха, ансамбль Карабах. На Ируэ Алавердян, муж ее композита Ким Аракелян. Вот, и так поучу. Я-то знаю, по телевизору видел, на Ируэ, это красавица. Там по телевизору поставил бату. Она пела. Они стоят, что-то говорят, вот машина-то Володя не успел приехать, на машине за ними. Ну, по Карабаху все говорят. А что делать, надо стыдно эту женщину отправить. Я так услышал, подошел, обещал машина. Я говорю, машина нужна? Я говорю, да, пожалуйста, сейчас я подъеду. Такая машина, я говорю, она не хуже, чем Володя. У меня новороченная была, Волжанка. Ну, приехал, забрал Тамара Артемовна, они тоже сели. Я их привез, они говорят, нет, нет, заходи. Заходили, зашли, я бы так познакомился с Тамара Артемовной. Со всеми, я здесь рядом живу. Если что, в мой телефон звоните, пожалуйста. Я просто, я с Кирой не знаю, что она армянка. Я думал, она эта самая, узбечка. Ну-ка, узнала армянка, моя землячка. А вот сколько ей на то время было лет? Ну, наверное, лет 80, да, вот так, 80. Да, и мало кто знает, что она танцевала тогда на каблуках, да? На каблуках, шпильках, да, там, да. Она была потом... 80 лет. Гюльчахра, это Юсупова была, да, Гюльчахра, да, ее было вообще. Ну, и так, и так, пару раз на мою жизнь она приезжала. Ну, и так, и так, и так. Азербайджанка называла Тамару сеструю. Но, как часто бывает в жизни, от сестринской любви и след простыл, когда эта дружба стала испытываться на прочность. В феврале 1988 года в азербайджанском городе Сумгаид начались антиармянские погромы. Затем волна беспорядков охватила и Баку. Тамара Артемовна очень переживала за соотечественников. Пыталась дозвониться до азербайджанской подруги, чтобы узнать о происходящем из первых рук. Ведь советское телевидение многое замалчивало. Ханларова не отвечала на звонок. Позже Тамара Артемовна узнала, что подруга Зейнаб организовала в центре Баку раздачу плова для громил. Это и стало ударом для Тамары Артемовны, из-за чего она вычеркнула из жизни ту, которая еще год назад называлась сестрой. Самыми частными гостями, конечно же, здесь являются воспитанники, студенты высшей школы танца, национальной школы танца Узбекистана. Это будущие балерины академического плана и народные танцовщицы и танцовщики. Ребята приходят сюда, и здесь они впитывают, буквально в аурии этого музея, впитывают свою будущую профессию и проникаются историей через историю Тамары Ханру, через историю ее жизни, которая была очень долгой и очень выразительной. Тамара Артемовна была хлебосольной. О ней говорили, если Тамара не на гастролях, а значит дома с гостями. А это всегда застолья, танцы и песни. Экспонаты в ее доме говорят за себя. На стенах портреты знаменитых людей, посиделки. Среди них Радж Капур и Парвин Баби, Юрий Гагарин, Арам Хачатурян, Майя Плесецкая и Родион Щедрин, Аркадий Райкин, Алексей Толстой и многие-многие другие. В двух холлах огромного по советским меркам дома занимают костюмы, среди которых не только узбекские национальные, но и армянские, русские, индийские, молдавские, казахские костюмы. Особняком висят арабский костюм, подарок президента Египта Гамаль Абдаль Насара и китайский наряд от Мао Цзэдуна. Чуть подаль остальные подарки и награды от первых лиц стран и союзных республик. Все это стало национальным достоянием современной республики Узбекистан. У Тамары Артемовны остались потомки от двух дочерей Вандетты и Лолы. Семья решила оставить имущество своей знаменитой мамы и бабушки поклонникам ее творчества. Кстати, две из четырех сестер Тамары Артемовны, Елизавета и Гуар, тоже стали именитыми танцовщицами. И если старший Гуар пришлось покинуть сцену и сопровождать сестру в ее гастролях, то Елизавета пошла дальше, стала основательницей каракалпакского танца. Остальные сестры Амалия и Виктория связали свою жизнь с наукой, стали учеными. Многие из вас наверняка видели знаменитые те кадры, которые распространены и во многих кинодокументалистских хрониках, и в том же даже Ютубе, где Тамара Ханун принимает у себя в гостиной индийских актеров, в том числе Раджа Капура. Так вот, это происходило как раз-таки в этой комнате, где Раджа Капур и еще одна индийская актриса, я ее имя сейчас не помню, танцевали и, значит, угощались именно в этой комнате за этим столом. Правда, в то время, во время делегации индийских гостей, стол здесь был убран. Гости, согласно индийским традициям, да и узбекским тоже традициям, сидели на полу за Дастарханом, гуляли, ели, пили и веселились. И эти кадры облетели весь мир. Когда мы говорим о многонациональном Узбекистане, нельзя не сказать и о тех, кто старается разрушить эту идиллию извне. Взявший курс на пантюркизм и армянофобию Азербайджан, вкладывает огромные деньги для того, чтобы рассорить узбекские и армянские народы. Мишень Баку выбрана не случайно. Узбеки – народ тюркского происхождения. В стране большая армянская община. Чем не повод, чтобы поживиться кровью? Имеющему возможность хорошо оплатить заказчику из Азербайджана остается только найти исполнителя, который бы мог чиркнуть спичкой. А уж пламя не заставит себя ждать. И такой исполнитель нашелся. Преподаватель одного из вузов Узбекистана Шухрат Саламов. За два с небольшим года ему удалось написать пять антиармянских книг под псевдонимом Шухрат Барлас. Тема душесчипательная. Геноцид мусульманских народов в Ферганской долине армянскими дошнаками. Ради икорных денег Саламову даже пришлось лишиться работы. Вернее, вуз отстранил Саламова от преподавательской деятельности. Не знаю, стал ли ташкентский преподаватель богаче от продажи своей совести или нет, но уважение со стороны интеллигенции утратил окончательно. Эксперт по межэтническим отношениям Ассоциации Центральной Азии Канад Адилов сказал следующее. Оба моих деда, оба мои бабушки выросли и жили в Ферганской долине как раз в эпицентре тех описываемых событий. И они никогда нам не рассказывали о какой-либо активности дошнаков. Вообще этого слова не звучало в их устах. А об армянах, ну что, я воочию видел, что с армянскими соседями у них нормальные добрососедские отношения. Теплые, я бы сказал. Не может быть, чтобы при том количестве жертв, которые, в общем-то, нам предлагаются на рассмотрении, народная память, начисто забыла бы об этом. Тем более, я повторяю, мои предки как раз жили в эпицентре описываемых событий. И при этом они были взрослые люди, семейные и образованные. Умели, ну, грамотные, как минимум грамотные, а как максимум образованные. Ну, скажем, образование медресе. Для мусульманского Востока образование медресе считается высшим образованием. Тем не менее, дашнаки в Узбекистане были. Они приметили узбеки их по той причине, что не было ничего из того, что распространяет азербайджанская пропаганда. Дело было так. С ноября 1917 по февраль 1918 годы на территории Узбекистана существовало непризнанное независимое государство «Туркестанская автономия». После того, как туркестанская автономия отказалась исполнять предъявленный ультиматум признать власть советов, для ликвидации самопровозглашенной автономии из Москвы в Ташкент прибыли 11 эшелонов с войсками и артиллерией под командованием Константина Осипова. На улицах шли уличные бои, в которых погибло более 10 тысяч мирных жителей. Эта операция на долгие десятилетия подорвала доверие местного населения к русской революции, центральной и местной власти. Ответом на ликвидацию туркестанской автономии стало мощное национально-освободительное партизанское движение, известное в историографии как «Басмачество». Чтобы усмирить население и завоевать доверие, русские провели переговоры, как им тогда казалось, с союзниками-пантюркистами из Турции. Было решено направить в Среднюю Азию одного из членов Триумвирата, одного из главных пантюркистов Турции и союзника тогдашней России Энвера Пашу. Однако, как только он оказался в Средней Азии, что-то пошло не так. Турецкий идеолог пошел на сговор с басмачами и выступил против своих же недавних еще союзников русских. Службу басмачам Паша начал в отряде Ишон Султана. После этого он развернул активную деятельность по координации басмачевского движения и был признан эмиром Сейдалиханом, главнокомандующим всеми басмаческими отрядами Бухары, Хивы и части Туркестана. Под турецкие ятаганы подпадали не только сочувствующие русским, но и нацмены нетюркского происхождения, большинство из которых армяне и евреи. Узнав об этом, в Ферганскую долину двинулся отряд Дашнаков, чтобы защитить своих соотечественников. Уж слишком была тогда еще свежа память 1915 года, где тот же Энвер Паша вместе со своими соратниками зверски учинил геноцид армянского населения восточной Турции. Прибыв в Ферганскую долину, отряд Дашнаков ринулся в бой с басмачами и их турецкими кураторами. Российское Временное правительство и Дашнаки стали на некоторое время даже союзниками. Первые были заинтересованы в насаждении в регионе своих интересов, а вторые – защита армянского населения края. Временное правительство даже предложило Дашнакам сделку. В случае поражения басмаческого движения в крае и установления российской власти Дашнаки получат места в парламенте. В этом музее имеется газета, из которой можно сделать вывод, что большевики сдержали слово. Дашнаки получили свои места в местном парламенте. И не только Дашнаки, но и евреи, поляки и все те нацменьшинства, которые доверились Петербургу. Хоть и ненадолго, взять слово назад ничего не стоит. Однако же факт остается неизменным. Главной мишенью Дашнакской дивизии в Средней Азии было не столько антибасмачество, сколько насаждаемый турками пантюркизм и, как следствие, убийство армян. Кстати, за это и понес наказание Энвер Паша, который был убит в кишлаке Чаган советским комдивом и армянским мстителем Яковом Мелькумовым. Также стоит заметить, что кровопролитие в отношении армян, евреев и даже русских в Узбекистане долгое время не являлось секретом. Об этом был написан и издан роман «Это было в Коканде» в 1940 году очевидцем, русским писателем и драматургом Николаем Никитином. А позже, в 1977 году, снят одноименный фильм узбекским режиссером Учкуном Назаровым. В экранизации, как и в самой книге, предводитель басмачей Иргаш так и говорит «Сначала я вырежу армян и евреев, потом русских». Остается только заметить, что Иргаш был начальником милиции Коканда и, по совместительству, главарем банды головорезов из четырех тысяч человек, не щадящих никого, даже узбеков, отказывавшихся принять власть Иргаша и признавать его Коканским ханом. Сателлитами же бандита-самозванца были пантюркизм и исламизм. В июле 1918 года военный министр Коканской автономии и командующий лояльным Петербургу мусульманским отрядом полковник Чанышев телеграфировал следующее. Военно-революционный комитет, не имея возможности сдержать массу, сильно возбужденную настоящим, сообщаю, что если до четырех часов не будет объявлено о сдаче крепости, народ прорвет плотину дисциплины. Я не отвечаю за мирное еврейское, русское и армянское население, командующий мусульманскими войсками Чанышев, город Кокант. Такова объективная реальность, о которой лучше не вспоминать во имя будущего всех народов. Но коль вспомнили, то необходима вся хронология. Только в этом случае история становится наукой. Во всех остальных случаях исторические манипуляции. Сегодня ни армянам, ни узбекам нечего делить. Те и другие пребывают в мире и согласии в независимом Узбекистане. Ни Дашнаки не правят в Армении, ни басмачи в Узбекистане. И как бы ни возжелал официальный Баку преподнести историю басмаческого движения в годы Первой мировой войны в воскаженном виде, усилия будут тщетными. Как и другими народами, Узбекистан гордится своими армянами и не скрывает историю, какая бы она ни была. В том же музее Узбекистана можно увидеть карту империи средних веков, где представлена в том числе Армения. Но нет той сегодняшней страны, которая пытается внести раздор между узбеками и армянами. В том же музее и огромная иллюстрация Амира Тимура с его подданными, занимающая солидную долю стены и выполненная тремя художниками, один из которых армянин Агаханянц. Всем привет! Меня зовут Хуршет. Я житель Самарканда по национальности узбек. Папа узбек, мама таджишка. Кому как проще. Город у нас многонациональный, в многонациональности живут, особенно армян. У меня много друзей армян. У меня директор школы был армянин. И соседи армян. Мы дружим с семьей. Семе уже 36 лет. Хорошие люди вообще. В целом хороший народ. Даже я был в Армении и встретили меня очень хорошо. Как в родном городе. Ну а коли был упомянут Самарканд, давайте заглянем и в этот удивительный город. Начало-начал армян Узбекистана. В средние века Самарканд был твердыней ислама, а его ядро находилось на знаменитой площади Регистан. Конечно, и я не мог не побывать в этом культовом месте. Регистан в окружении трех медресе, которое я ранее видел на картинках, ожил перед моим взором хлещи египетских пирамид. Я мог вдоволь насладиться увиденным и побывать во всех трех медресе Улукбека, Тиллякари и Шердор. Все они были построены в разные годы, начиная с 1417 по 1660 годы. А внутренние убранства медресе не менее впечатляют. И в них тоже мозаики, выполненные синим камнем и золотом, майолик, на котором изображены фигуры людей, животных и растений. Ну и арабская вязь, естественно, по всем фасадам и колоннам, как внутри, так и снаружи. Неудивительно, что, соседствуя с таким великолепием, в Самарканде жили и творили величайшие ученые и поэты того времени. Например, Авиценна, продолжатель идей древнегреческого философа Аристотеля и автор медицинского трактата, выдержавшего несколько веков переизданий. Или математик Аль-Харазми, Мухаммед бен-Нуса, основоположник алгебры. Полумиллионный Самарканд продолжает удивлять талантливыми людьми и в новое время. Кроме представителей узбекского, таджикского и еврейского народов, здесь родились и известные армяне, среди которых ученые Эдуард Аветисов, Хачик Багдасаров, Левон Мелкумов, футболист Артем Филипосян, певец Алексей Чумаков, ну и, конечно же, соавтор с Михалковым и Александровым государственного гимна СССР 1943 год писатель Габриэль Уреклянс, широко известный под псевдонимом Эль-Регистан. Самарканд – город интернациональный. Многие живут в своих национальных махаля по старинке, особенно арабы и иранцы. Последние, кстати, большие дельцы по выпечке самсы в тандирах. Лично опробовал, оценил. Кулинария – конек самаркандцев. Здесь же находится центр плова Ошмаркази – огромное скрытое помещение, где подают вкуснейший плов в Узбекистане. А гостями бывают самые разные люди, вплоть до известных политиков, артистов и спортсменов, чьи портреты украшают харчевню. Конечно же, Самарканд известен и своими сочными плодами. На рынках, буквально за минимальные деньги, можно приобрести дары природы – инжир, сухофрукты, дыни, арбузы и прочие вкусности. Фруктово-ягодные гурманы оценят по достоинству. Разве что мне не повезло со знаменитыми самаркандскими дынями. Я попал в Самарканд в аккурат тот год, когда именно дыни не уродились. И большая часть из них была привезена из Таджикистана. Самаркандскими яствами занимаются таджики и иранцы. Последние – старейшие жители Самарканда, имеющие свои махаля. Впрочем, армяне тоже имеют глубокие корни в Самарканде, о чем я уже говорил в начале. В прошлом также имели в городе свое махаля. Однако со временем расселились по всему городу. На месте армянского махаля стоит храм Святой Богородицы 1903 года, отреставрированный в 1995 году. До власти большевиков при храме была и армянская школа. Сейчас от нее остался лишь фасад. Храм и учебное заведение говорят о том, что армянская жизнь Самарканда кипела в былые времена. Как мы уже знаем, основная часть первых армянских поселенцев появилась на территории современного Узбекистана еще в 15 веке во времена Амира Тимура, храмового Тимура, который переселил их в Самарканд из завоеванной им Армении. Это были ремесленники. По сути, Самарканд можно считать отправной точкой армянской диаспоры сегодняшнего Узбекистана. Началом началом. И все же рост числа армянских переселенцев большее значение имело присоединение Центральной Азии к России в XIX веке. В 1897 году в Самарканде проживало всего 149 армян, 123 мужчины и 26 женщин. Представители этой малочисленной колонии обратились к военному губернатору области с ходатайством об открытии в городе Молитвенного дома. Просьба была уважена. 31 октября 1898 года священник Геворг Захарянц получил соответствующее разрешение. Во время стройки было принято решение организовать сбор средств и купить прилегающий к Молитвенному дому небольшой участок земли. Община задумалась о будущем своего народа в Самарканде, который будет увеличиваться с годами. Власти дали добро на такую покупку. И уже в 1903 году армяне обзавелись не просто молитвенным домом, но вполне приличным храмом, школой, садовым участком. С приходом власти Советов коммунисты отобрали у армян их имущество в связи с нецелесообразностью зданий. Церковь и школа были переданы во владение сельхозинституту, а те, в свою очередь, передали строение в общежитие для своих студентов. Зажил храм новой жизнью только в 1995 году. Наша община самарканская насчитывает, по нашим подсчетам, примерно 2-3 тысячи человек на сегодняшний день. Точных статистических данных нет, но мы так сами думаем, потому что мы примерно знаем, сколько людей живет в городе. Община у нас достаточно активная. Основной актив, конечно, меньше, но здесь из-за того, что город у нас не такой уж большой, люди достаточно компактно живут, и поэтому мы общаемся и знаем друг друга. Вот сейчас мы стоим во дворе нашей церкви, замечательной, нашим островком армянства во всей Средней Азии, потому что как церковь, единственная церковь у нас в Самарканде. В Ташкенте у нас тоже есть очень хороший молельный дом, вот полноценная церковь у нас здесь, в Самарканде. Церковь наша была построена в 1903 году на средства немногочисленной армянской общины на тот момент. В 1939 году церковь была закрыта советским правительством, и лишь после обретения Узбекистана независимости мы обратились, наша община обратилась к правительству Узбекистана, и наше прошение было удовлетворено. В 1993 году мы получили обратное здание, и после реставрации, к 1995 году, наша церковь вновь была открыта. Здесь была пристроена еще колокольня, и с того времени здесь у нас регулярно проводятся литургия, благослужения, праздники, обряды, крещения, венчания. Мы все считаем здесь нашу церковь, нашим домом, все армяне. У нас в Самарканде уникальная община, она не разделена. У нас церковь и культурный центр вместе. И так совпало, получилось, что я являюсь и председателем армянского культурного центра и старостной церкви одновременно. Вот, в общем-то, все. Сегодня большая часть армян Самарканда это выходцы из Арцаха и Сюника, чьи предки были направлены в Среднюю Азию в качестве специалистов в области аграрного хозяйства, промышленности, медицины и педагогики. Сто лет разделяют этих людей от исторической родины. Посему многие из них либо не владеют армянским, либо владеют арцахским диалектом, доставшимся им из уст в уста от тех самых предков. Здравствуйте, меня зовут Базян Сергей. Я представляю молодежный центр армянского культурного центра Луис, города Самарканда. Это мой близкий друг Амир. Мы по воскресеньям приходим на уроки армянского языка. Каждое воскресенье в нашу церковь. Также у нас проводятся в летний период танцы, занятия по танцам во дворе нашей церкви. Мы ходим на армянский язык уже... Ну, я чуть больше двух лет, Амир буквально недавно начал, но успехи уже тоже есть. То есть вы с рождения не говорили по-армянски, только здесь начали его изучать, да? Да, да, да. Дома всегда говорили по-русски, но улавливали какие-то фразы, приветствия, как дела и так далее. Но именно здесь, благодаря нашему преподавателю, Сусанне Вагаршаковне, мы начали осваивать какую-то грамматику и изучали алфавит и как читать. Например, я сейчас могу читать, писать, говорю с несколькими сложностями, трудом, но получается немножко. Меня зовут Акапиан Амир, я также стараюсь посещать эти уроки и службы, которые происходят здесь. Стараемся быть более активными, более... как-то устраивать какие-то праздники, мероприятия, всегда присутствовать, всегда что-то помогать, впрочем, как и сейчас. Учусь в школе, собираюсь скоро поступать в институт юридический, дальше будет видно. Конечно, с тех пор много воды утекло. Поколение сменилось другим поколением. Все, кто стоял у истоков зарождения Узбекистана в новейшее время, уже не с нами. Но память о них сконцентрирована в одном месте Самарканда, старом армянском кладбище, где захоронены те армяне из Арцаха, что дали жизнь новому поколению. Дети и внуки некоторых из этих покинувших мир людей помнят о них, бывают в этом некрополе. Но некоторые уехали, покинув Самарканд навсегда. Тем не менее, ни одна могилка не забыта, сиротских могил не замечено. Дружные армяне Самарканда теперь как никогда одна семья. Не дают исчезнуть ни одной могилке. Ухаживают и за теми надгробиями, владельцы которых давно не живут в Самарканде. Так что, если кто-то из ваших близких похоронен здесь, не беспокойтесь. Каждое имя не забыто у живых самаркандцев. И не только армян, но и представителей других народов многонационального края, навещающих своих армянских друзей, учителей, соседей. Когда я собирался в Узбекистан, я знал, что этот край поцелованный Богом, но не догадывался, что и люди здесь не обделены вниманием Всевышнего. В условиях современных реалий на постсоветском пространстве сложно найти точку, где бы царил мир между народами и как в старые добрые времена армяне, евреи, узбеки, таджики, русские, немцы и многие другие гостили бы друг у друга, угощались национальными блюдами, отмечали бы вместе праздники. А может, останки пророка Даниила, находящиеся в Самарканде, связывают узами дружбы обитателей этого города. Так или иначе, Узбекистан отмечаю галочкой, а это значит, что сюда я еще хочу вернуться. Меня зовут Эльмира, по национальности я татарка с русской, проживаю в Самарканде всю свою жизнь. С армянами очень хорошо мы здесь дружим, мы общаемся, кухня у них вообще просто восторг. Меня зовут Карина, по национальности я армянка, мама армянка, бабушка армянка, дедушка армянин, папа тоже был армянин. Мы живем в Самарканде, нам очень нравится, нас любят, мы любим народ, город Самарканда. Армяне всегда жили достойно, красиво, с честью и совестью. Практически все армяне работали на руководящих постах, внесли свой вклад в историю Самарканда, Узбекистана. Мы счастливы, мы довольны. Поездка в эту страну настоящее паломчество. Хлебосольный Узбекистан снова явился миру после долгого затворничества. И я этим воспользовался, о чем нисколько не жалею. Остается только пожелать, чтобы скорее Армения и Узбекистан обменялись посольствами, ведь нам есть что друг другу сказать. К тому же армяне продолжают жить и созидать в этой стране. А связь с исторической родиной никто не отменял.